Можжевельник лайм-глоу. Описание, посадка и уход. Можжевельник горизонтальный лайм-глоу относится к декоративным вечно зеленым растениям. Особая характеристика растения, заключающаяся в цвете хвою, плюс карликовые размеры взрослого растения привлекают садоводов использовать. Кустарник при оформлении бордюров и составлении композиций с цветущими формами. Можжевеловый аромат благотворно воздействует на дыхательную систему человека, очищая окружающий воздух. Хорошая морозоустойчивость позволяет выращивать сорт в регионах с низкими значениями и температурой в зимнее время. Описание сорта. Можжевельник лайм-глоу был выведен американскими селекционерами, взявшими в основу дикорастущие виды горизонтальных можжевельников. В 1984 году был получен сорт, отличающийся невысоким ростом, а также стелющийся густой кроной. Отличительной чертой нового вида стала лимонно-желтая окраска хвои. Именно лимонный оттенок дал название «Можжевельник лайм-глоу». Можжевельник лайм-глоу, будучи декоративной формой, кустарник может расти до 40 см в высоту, обладая широкой 1,5-2 метровой кроной. Достигает такого размера растение только к 10-15 году жизни, благодаря низкой скорости роста. Невысокий годовой прирост делает можжевельник привлекательным из-за низкой потребности в формировании кроны. Ветви располагаются параллельно поверхности почвы, отходя от центрального ствола. Покрыты побеги хвои, имеющие чешуйчатую форму. Концы хвоинок со временем сникают, образуя своеобразную подушку из кроны. Такая форма куста отличается симметричностью и является одним из факторов, складывающих декоративность можжевельника. По мере взросления внешний вид растения начинает напоминать воронку, сохраняя в то же время компактную структуру и декоративный вид. У молодых кустарников хвой обладает ярким салатовым цветом, становясь с возрастом желтеей. Различается сезонное изменение цвета хвои. Весной она представлена зеленым цветом, летом сменяясь на лимонно-желтый. При наступлении осенних заморозков начинается следующее изменение цвета. Зимой хвоя горизонтального можжевельника Lime Glow приобретает оранжево-бронзовый цвет. Это явление позволяет сохранить декоративность и в заснеженном саду. Можжевельник Lime Glow Lime Glow относится к растениям-долгожителям. При соответствующих климатических условиях срок жизни может составлять 300-600 лет. Плодами является шаровидная шишка годы из сине-черной окраски, поверхность которых покрывает густой сизый налет. Созревание плодов происходит лишь на втором году после их формирования. Посадка. Неприхотливость растения позволяет посадить его практически на любых почвах. Однако создание условий, близких к природным, благоприятно скажется на росте и ярком цвете кроны кустарника. Размножить описанный сорт можно несколькими способами – семенами или черенкованием. При использовании в качестве посадочного материала семян может произойти потеря декоративных качеств материнского растения. Поэтому для получения необходимого фенотипа лучше выбрать для посадки черенки. Для заготовки черенка лучше выбрать взрослое растение 8-10 лет. Проводить срезание черенков лучше в прохладную и пасмурную погоду. В таких условиях родительское растение быстрее восстановится. Каждый черенок должен составлять 10-12 см восточной долготыну. С нижней части необходимо удалить всю хвою и поместить будущий саженец в раствор корнеобразователя. Для получения необходимого фенотипа лучше выбрать для посадки черенки. Укоренять черенки нужно в смеси торфа, дерна и песка, углубив на 3-4 см в полученный грунт. При этом необходимо установить саженец под углом в 60. Уход за саженцем состоит в регулярном поливе и поддержании температуры 20-20. Первые корни появляются спустя 50-90 дней после посадки. С их появлением можно пересадить кустики в отдельные горшки. В открытый грунт высаживать растение можно спустя 2 года. Для посадки следует выбрать легкую почву. Предпочтение следует отдать хорошо освещенным участкам или со слабой полутенью. Обратите внимание, при посадке саженца в тенистом месте отличающий сорт цвет хвоя с ярко-желтого сменится на обычный зеленый оттенок. Насыщенные питательные почвы могут навредить кустарнику. Плотный почвенный слой с плохой проходимостью воды и воздуха начнет ингибировать рост саженца. Предпочтительно для можжевельников почвы со слабокислой реакцией. Важно! Близкое расположение грунтовых вод или низины, склонные к застою талой дождевой воды, могут привести к загниванию корневой системы и гибели растения. Для посадки необходимо выкопать яму или траншею с минимальной глубиной 60 см. Размеры ямы должны быть выбраны на основании цели выращивания растения. Для одиночной посадки подойдет обычная посадочная яма, вмещающая всю корневую систему саженца с земляным комом. При формировании бордюров или ковровых покрытий рациональнее подготовить траншеи. Между соседствующими растениями должно быть оставлено расстояние 50-100 см. На дне для защиты от влияния грунтовых вод нужно соорудить дренажный слой не менее 20 см толщиной из колотого кирпича. Почвенная смесь должна состоять из торфа, дерновой земли и песка в пропорции 2-1-1, соответственно. Для правильного развития саженца корневую шейку во время установки кустарника нужно оставить на одном уровне или слегка выше уровня земли. После этого необходимо аккуратно закопать корни и обильно полить почву. Правила ухода Для сохранения влажности почвенного слоя можно провести мульчирование прилегающей к растению почвы. Для этого подойдет орфяной слой или опилки. Кроме того, мульча позволяет снизить частоту необходимых прополуксорных трав вокруг можжевельника. Несмотря на засухую устойчивость, за лаймглоу необходимо регулярно ухаживать и обильно поливать. Это особенно касается молодых растений. Период адаптации к новым условиям Активирует рост молодых растений и неглубокое рыхление почвы после полива, создавая необходимую аэрацию почвенного слоя. В засушливые дни частота и объем полива должны быть увеличены. Благоприятно сказывается на состоянии хвоя дождевания. Необходимо обильно поливать и откармливать можжевельник необходимо однократно за сезон. В весеннее время в период пробуждения растений в начале активного роста можно внести любое комплексное удобрение для хвойных пород. Либо в конце апреля-начале мая можно внести нейтраммофоску в размере 30-40 грамм на дно растения. Важно! Запрещено удобрять лаймглоу курином или коровьим навозом. Такое удобрение может нанести ожоги корневой системе. Обрезать крону можно единожды за сезон. Необходимо провести тщательный осмотр растений и удалить все травмированные или засохшие ветви. Допустимо срезать лишь 7 см от длины побега для формирования кроны. При избыточном срезе растения становится более подверженным заболеванием. При подготовке к зиме молодые растения необходимо укрывать. Присыпание почвы лиственным опадом или торфом способствует защите корней от вымерзания. Взрослые растения не нуждаются в дополнительных средствах защиты от влияния минусовых температур благодаря высокой морозоустойчивости. Болезни и вредители Можжевельники отличаются крепкой иммунной системой. Однако существуют заболевания и вредители, поражающие растения при ослаблении иммунного статуса кустарника и неподходящими условиями содержания и ухода. Ржавчина на можжевельнике подвергается можжевельник заражению ржавчиной и фузариозом. Будучи весьма заразными, при наблюдении первых признаков заболеваний растений изолируются от другой растительности. Для обработки подходят бордовская жидкость и коммерческие препараты фунгицидного действия. В профилактических целях рекомендуется регулярно проводить сбор опавшей хвои и ее утилизацию. Среди вредителей наиболее распространены для паутин и клеща щитовка. В начальной стадии поражения можно вручную проводить механическое удаление паразитов. При распространении вредителей по всему кустарнику следует использовать специализированные средства. Для профилактики можно периодически проводить обработку растений мыльным водным раствором. Применение в ландшафтном дизайне. Можжевельник лаймглоу является хорошим соседом для других декоративных культур. Отсутствие негативного влияния на состав почвы позволяет выращивать в непосредственной близости травянистые, стелющиеся формы, злаки или хвойные породы. Обратить следует внимание на предпочтение можжевельникам кислых почв и обильного освещения. В связи с этим нужно подбирать растения, которым подходят такие же условия. Хорошо сочетается мульча из гальки или коры при оформлении посадки можжевельника. Лимонный цвет выгодно играет на преимущественно зеленом фоне других растений. Часто можно увидеть лаймглоу в составе альпийских горок в комбинации с яркими цветами. В ландшафтном дизайне удачно гармонирует сорт с каменистым оформлением. При этом лаконично смотрится при оформлении тропинок и бордюров. Подводя итоги, можно обобщить, что можжевельник горизонтальный сорта лаймглоу – весьма неприхотливое растение с высокими декоративными качествами. При следовании несложным правилам ухода и выполнения профилактических мероприятий растение будет выступать в качестве яркого декоративного элемента ландшафтного дизайна долгие годы.